Приветствую вас. Какой можно дать совет человеку, который по сути, по сути, построил всю свою жизнь уже? Ни много ни мало, немного ни мало человек построил всю свою жизнь. Человек вступил в гражданский брак. Человек стал родителем. Человек постоянно ругается за своим гражданским супругом. Человек использует такие слова, что в доме сразу после ремонта все портится, и техника все в общем наперекосяк. Так, как будто от него ничего не зависит. Человек говорит, что супруг засматривается на других, хоть она и младше него на 6 лет. Все туго как-то. То что значит туго? Непонятно. Ребенок ходит в сад, пишет человек с трудом, часто не слушается. Как ребенок может слушаться, если его родители постоянно ругаются, тоже загадка. Я еще совсем молодая, пишет человек, а уже сил ни на что не хватает, постоянно раздражаясь. Вот какой можно дать совет такому человеку? Ну, мне кажется, что, понятно, личная ответственность побольше я и поменьше ты. То есть, не мы с молодым человеком живем гражданским браком, а я согласилась на гражданский брак с молодым человеком. По какой-то причине. Кстати, по какой? Не есть ребенок, а я решила стать мамой с гражданским мужем. Тоже по какой-то причине. Не мы постоянно ругаемся, как вот тут написано, не мы постоянно ругаемся, а я постоянно ругаюсь. Я постоянно ругаюсь человеком. Понимаете? Не мы ругаемся. Я. Не он обвиняет меня во всем, а я. Я позволяю ему обвинять себя во всем. И я сомневаюсь в том, что он не прав. Вот этот... Да, да. Да. Дальше. Не в доме после ремонта все портится, а я участвую в том, чтобы в доме все после ремонта портилось. Живем не в частном доме, где много соседей, а я согласилась на то, чтобы жить в доме, где много соседей. Знаете? То есть, вот как бы разницу. Чувствуете разницу? Чувствуете разницу? Чувствуете вот разницу в постановской вопросах? Это когда говоришь так, и когда говоришь по-другому. Согласитесь? Есть разница. Да? Дальше. А муж засматривается на других. Пишет такой человек, да? На всю игру. Небольшую. Нет. Не... Муж засматривается на других. На самом деле. А я допускаю, я допускаю, чтобы муж засматривался на других. Я не прислушиваюсь к желаниям и к потребностям своего мужа. Я не прислушиваюсь к ним. Я не слышал, ну, вот. Не слышал желаний и потребностям своего мужа. А может быть и не хочу слышать. Слышать. Понимаете? Какая история. То есть согласитесь, это уже совсем не то же самое, что вы пишете. Это уже совсем в другом звучит. Совсем не так звучит. Как вы описываете. Ребенок, например, да, вот про ребенка. А, значит, почему ребенок ходит в сад? Потому что я хочу, хочу быть свободным от ребенка. Не имея детства сама, я отправляю ребенка в детский сад, чтобы он, чтобы он, так же, как и я, не имел детства. Иначе я буду ему завидовать, потому что он бездельничает и так далее. И мне с ним, самое главное, тяжело. Понимаете? Такая история. То есть это все не просто так. Как бы у этого всего есть ответственность. Ребенок ходит в сад с трудом. Не ребенок ходит в сад с трудом, а мои действия с мужем привели к тому, что ребенок не хочет ходить в сад. Вот. То есть какие-то действия привели к тому, что ребенок не ходит в сад. Вот. Ну, какие-то действия привели к этому. Понимаете? Какие действия, это понятно, нужно выяснять. Какие действия, это понятно, нужно исследовать. Но очевидно, что ребенок сам по себе в сад с трудом ходить не будет. Да? То есть это все ответственность. Лично ответственность. Это означает, что я не веду учет своим ресурсам. Это означает, что я не ценю то, что я делаю. Да? Это означает, что я не экономично подходю к вопросу своих сил. Ну, можно сказать, что я распыляюсь, можно сказать, что я распыляюсь, можно сказать. Вот. Но по большому счету, как бы разницы от этого особо не будет. Вот. Разница по большому счету особо не будет от того, что мы так скажем. Вот. Это вот первое. Да? То есть ответственность. Личная ответственность. Ответственность понятно. Следующее. Самооценция. Насколько я ценю и уважаю себя? Уважаю ли я вообще себя? Ценю ли я себя? Потому что вот, ну, лично у меня, да, есть сомнения, лично у меня есть сомнения. Вот, сомнения, сомнения в том, что вы себя цените. Сомнения есть в том, что вы себя уважаете. Сомнения есть в том, что вы, ну, поскольку вы не ответственны за себя, да, то, соответственно, раз вы за себя не ответственны, то я так полагаю, что вы не отделяете ответственность одного человека, да, от ответственности другого. от меня отдельно отделяете себя от другого, за что отвечаю я, за что отвечает он другой, и вы готовы отвечать сами за, ну, грубо говоря, за всех, да, ну, за всех, кто, там, например, для вас вот любимым является, кому повезло стать любимым, вот, вы отвечаете за этих людей полностью, готовы вообще любую ответственность за этого человека, и, соответственно, того же ждете от другого, ну, от другого партнера, партнера вы ждете того же, это так не работает, а следующее, следующее, страхи, страхи и личные проблемы, которые, безусловно, тоже, тоже присутствуют, страхи перед чем-то, страхи чего-то, и так далее, это отдельный момент, что вы чего-то боитесь, я уверен, что вы чего-то боитесь. Значит, проблемы. Проблемы, это то, что является вашими желаниями. То есть, вот, например, почему, если вы молодая, да, если вы, если вы молодая, почему вы обзавелись, обзавелись семьей и ребенком? Вам бы для себя пожить, вам бы карьеру построить, вам бы, ну, добиться в жизни всего-то. Вы же можете, вы молодая, этого не происходит. Почему? Какое значение вы вкладываете вот в, ну, вот в эти вот слова, да, что, я молодая, тогда? Ну, очевидно же, что, что-то вкладывает, очевидно же, какие-то, ну, какое-то значение вы вкладываете в это. Вот. Так, какое значение? Дальше. Мужчина старше вас на 6 лет. Судя по тому, что вы пишете, да, судя по тому, как вы это раскрываете, мне представляется, что для вас мужчина это кто-то вроде, или что-то, или кто-то вроде папы. Вот. Мне так кажется почему-то, что вот мужчину вы воспринимаете скорее именно как отца. здесь, соответственно, тогда нужно посмотреть, опять же. Да? Что для вас мужчина значит? Ну, просто вот, конкретно. Что для вас мужчина значит? Вот. И, что вы готовы, как бы, делать для него, а что не готовы делать. Понятно. Да? Вот. Вот, в принципе, то, что можно порекомендовать такому человеку. И сейчас активно начинает работать над осознанием. Где мои личные границы, где границы личные другого человека, где заканчивается я, вот, где начинается, соответственно, другой человек. Где я отвечаю за себя, где отвечает за себя другой человек, человек. Вот. То есть, активно работать с личными границами. Что нравится, что не нравится. Да? Активно работать над внутренней гармонией. Вот. Возможно. Возможно. Только возможно. Только возможно. Речь идёт именно о ревности в всём числе. Да? То есть, вы, ну, вот, вы ревнуете, ревнуете, ну, потому что, ваш супруг, да, он рассматривается на других. Вот. Старайтесь слышать свои желания. Да? Вот. И желания, соответственно, другого. Вот. Вы не слышите сейчас своих желаний, вы не можете услышать желания другого. Это нормально. Это нормально. В этом нет ничего странного. В этом нет ничего необъяснимого. Вот. Абсолютно нормально. Но с этим нужно работать. Вот. Ревность разрушила не одни отношения, и я думаю, что и ваши отношения разрушат тоже, если ничего не предпримите. Вот. Понимаете, какая история. Вот. Чтобы меньше ревновать, да, нужно, соответственно, больше внимания уделять себе. Смотреть на, значит, свои ресурсы. Вот. Исследовать свои ресурсы. Относиться к ним, к своим ресурсам бережно, осторожно. Вот. Чётко понимать, чего вы хотите по итогу. Работать. Работать вот. Ну. Что вам нужно. Нужно. Что вы желаете. Вот. Понимаете. Какая история. За всеми этими вещами нужно работать. И тогда, и тогда. Тогда отношения будут улучшаться. По крайней мере, мужчина, ваш мужчина, да, он будет чётко знать, что можно ему делать, что нельзя. Он будет чётко знать, как ему следует поступать, а как нет. Он будет чётко знать, где заканчивается он, его граница, начинается ваша. А пока, пока что, он этого не знает. И вы ему об этом не говорите. И даже твой ребёнок. И поэтому он тоже ведёт себя так. Ну вот так. Негативно, скажем так. Вот. Хотя бы ради своего ребёнка можно сделать это. Можно здесь сделать то, о чём я к вам. А на этом всё. Надеюсь, что мой ответ вам помог. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если сделать его лучшим. А если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что я лично указал в своём ответе причину. Я лично указал в своём вопросе о проблемах. Но решать, менять это всё. Это процесс. Этим нужно заниматься. Этим нужно заниматься как можно быстрее. Потому что ребёнок перенимает у вас вашу модель поведения. И дальше будет хуже не только вам, но и ребёнку. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.